Проблема коррупции в последнее время приобрела огромную и вполне обоснованную актуальность. С руководством нашей страны коррупция названа одним из главных барьеров на пути развития государства и общества. Она подрывает экономическое развитие страны, разрушает доверие общества к власти, государственным органам способствует росту организованной преступности и другим угрозам безопасности человечества. Поговорим сегодня в программе. Прокурор в теме о коррупции, а вернее о противодействии коррупционным проявлениям. Гость в студии Павел Геннадьевич Лукин, заместитель прокурора Кировского района города Самары. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, начнем, наверное, нашу программу все-таки с обоснования термина. Что такое коррупция? Ну, скажем так, есть четкое определение, которое закреплено в федеральном законодательстве, федеральному закону 25 декабря 2018 года о противодействии коррупции. Ну, скажем, в бытовом уровне коррупция – это передача денежных средств, получение денежных средств, злоготрубление своими должностными полномочиями и использование, в принципе, своих служебных полномочий вопреки интересам службы. Вот. Скажем так, к сожалению, сейчас нет граждан, которые не сталкивались бы с коррупцией. Бытовая коррупция или там желание какое-то дать, либо какие-то провоцирующие факторы. И поэтому действительно это, в настоящий момент, это очень существенный, скажем так, стопор развития государства. Именно коррупция. Вот вы сказали о бытовом проявлении коррупции. Вот меня заинтересовал этот термин. Вот получается, что у народа это уже в крови, да? Либо дать, отблагодарить, так скажем, да, либо получить взятку. Вот как вообще прокуратура борется с таким народным явлением? Ну, смотрите, здесь несколько аспектов. Вообще есть, скажем так, противопротивление коррупции может быть в разных схемах. Это может быть как повеличение к уголовной ответственности, к административной ответственности и включая гражданско-правовую ответственность. А также дисциплинар ответственности, если это должностные лица. Вот. Если это бытовая коррупция, то здесь, безусловно, именно вступает больше уголовно-правовая ответственность. И действительно, если граждане правосознательно сообщают о совершении, выношении них, скажем так, вымогательства денежных средств. И уже подключаются, соответственно, проведение оперативно-развестной деятельности и так далее, и так далее. А вы можете вот сейчас, чтобы разграничить понятие все-таки бытовая коррупция, пример привести? Вот, например, был такой случай, да даже можно во практике, разумеется, не называя фамилии и имен организаций, вот чтобы понять действия бытовой коррупции в жизни. — Ну, бытовая коррупция, скажешь так, это больше простонародная, скажешь так, да, обиходная, есть которые уже, скажешь так, коррупция более структурирована, коррупция более уже серьезная, а бытовая коррупция, ну, остановили за административное правонарушение автомобиль, это относится более к такой бытовой коррупции, да. — Участковый пришел, соответственно, там, тоже там отблагодарили, дали там 500 рублей, соответственно, это более бытовой относится к коррупции. Это мелкая взятие, что у нас есть такая статья, соответственно, в Головном кодексе, и соответствующая ответственность предусмотрена в том числе за даже, скажем так, какой-то подарок, не обязательно будет денежные средства, пусть это будет коробка конфет или же там какая-то бутылка алкоголя, вот. Вот, вопрос только за что получает денежные средства гражданин, за что-то противоправное или это благодарность? — Вот, здесь тоже, кстати, да, надо разграничить. — И как он дальнейшим реагирует на эти действия? — Если же вот, ну, действительно, бывают такие ситуации, и у нас они с вами были в жизни 100%, я в этом уверена, когда хочется от души поблагодарить, там, за какую-то услугу, ну, к примеру, даже профессиональную, ведь это же не будет считаться, да, взят, взят. — Нет, это не будет, да, взят, конечно, если сначала была оказана услуга, да, вы просто хотите поблагодарить человека. — Безусловно, есть такая, да, соответственно, передают денежные средства, там, в зависимости от суммы, вот. Однако лицо, получившее, да, это, он обязан уже в рамках противодействия коррупции сообщить о том, что он получил такое-то самое имущество, и там своя процедура, соответственно, запускается по… — Кому сообщить? — Работодателю своему о том, что было получено такое-то имущество, там есть комиссия соответствующая, которая разбирает обстоятельства и так далее, так далее. Это, скажем так, там лицо, выкупить эту имущество и так далее, ну, там, своя процедура соответствующая. — Но это если крупная какая-то благодарность, да? — Ну, хорошо, вообще любая подходит под это самое. — Любая благодарность, да. — Но ведь в жизни этого не будет происходить, никто же так делать не будет. — Ну, здесь вопрос про создательности граждан, вопрос про какому государству мы стремимся и чего хотим в конечном итоге видеть. — Возможно, это какая-то радикальная мера, если брать, допустим, какие-то по, ну, не знаю, стандартам Советского Союза, наверное, да, даже так. Но в настоящий момент это мера необходимая, она не просто так законодателем предусмотрена, и законодатель действительно ее предусмотрел. Поскольку там, где кроется просто благодарность, может крыться и в том числе и злоупотребление должностными полномочиями, и использование полномочий именно сначала под деньги, а потом, скажем так, стулья, да? Вот. Поэтому меры в том числе необходимые. — Здесь вот как раз и разбирается прокуратура, где превышение полномочий, а где, ну, как бы в рамках дозволенного. Все-таки вот от чего зависит мера вот этого дисциплинарного взыскания? — Ну, дисциплинарное взыскание, скажем так, у нас есть несколько, да, видов, на них работодатель может наложить на своего сотрудника несколько видов дисциплинарной ответственности. То есть в основном это сотрудники, скажем так, администрации, госучреждений, и самая радикальная мера является увольнение, сестраторная доверия. Вот. Есть несколько оснований для применения данной меры, вот, и она, скажем так, наиболее эффективна для того, чтобы люди. Это, прежде всего, неурегулирование конфликтов интересов, то есть когда на должностях, которые, скажем так, прямо или костно могут влиять друг на друга и взаимодействовать, находятся близкие родственники и так далее. Вот. Это должен быть комиссия соответствующих органов создана, в том числе и в прокуратуре такая же имеется. Вот. И второе основание – это непредоставление сведений о своих доходах, не в полной мере, сообщение ложных сведений, вот, и данным, скажем так, данные нарушения, они выявляются, постоянно выявляются среди должностных лиц, вот, есть административные ответственности, но это уже, скажем так, относительно другое. Ну вот есть такое понятие – конфликт интересов. Расскажите, пожалуйста, вот об этом, если, к примеру, муж и жена занимают в организации руководящей должности. Проверка здесь имеет место быть прокурорская? Да, безусловно, проверяется обстоятельство, если занимают, допустим, родственники, да, супруги, занимают должность, которая в одной организации. Здесь имеет значение, что и они под должностных обязанностей, как они соотносятся друг с другом. Просто занятие должности – это еще не означает, что между ними имеется прямой конфликт интересов, вот. Соответственно, если лицо одно может рассматривать действие как-то оценивать другого лица, то есть, допустим, как руководитель или подчиненный. Соответственно, в любом случае, или же руководитель, допустим, одного ведомства отшляет контроль за руководством второго ведомства, где занимает, то это уже, конечно же, конфликт интересов. Это, безусловно, вопрос разгончения должностных обязанностей, и здесь требуется, конечно же, мера реагирования стороной прокуратуры, в том числе и последующий вопрос, соответствующий, как и почему такие лица занимают должность. Как не урегулировали это еще на стадии назначения. Скажите, пожалуйста, а вот в основном какие вы нарушения выявляете при проведении прокурорской проверки, вот как раз при соблюдении требований противодействия коррупции? Ну, большинство, конечно же, нарушений, скажем так, ну не большинство, а зависит от органа. Да. Скажем так, выявляется нарушение, в том числе непредоставление сведений о справке о доходах, то есть указывать недостоверную информацию, сведения о продаже, сведения о покупке имущества, сокрытии имущества. И все это, соответственно, выявляется, когда даже с лиц проверяются, потому что имеется для этого, кстати, у меня тоже разработаны полные у нас в прокуратуре доступ, соответственно, сведения из налоговой, сведения из банков подоставляются, когда имущество продано, когда поступило и так далее, и так далее. И, соответственно, в дальнейшем уже события могут произваться по-разному. Вопрос, что за имущество было куплено, на какую сумму, и прокуратура, в принципе, активно пользуется тем, чтобы конфисковывать такое имущество, которое не подтверждается данными доходами. То есть имущество нужно обязательно подтверждать. Конечно, когда оправда на твоей стороне, и ты действуешь, как говорится, по закону, то здесь и проверок можно и не ожидать. Ну, в основном да. Но в любом случае, в каком-то базовом режиме все дорастные лица в любом случае проверяются по соответствию имущества и так далее. Но каких-то, если действительно человек живет по расходам и видно по декларациям, где он живет, к тому же все люди, все видят, на чем человек едет, то, соответственно, вопросы автоматически задаются. И не только на уровне района, но и руководство, в том числе, наше видит, если, скажем так, лицо живет не по доходам, то обязательно целируется проверка. Так. Павел Геннадьевич, вот что понимается под таким, ну, скажем, термином «вымогательство взятки»? Ну, «вымогательство взятки» — это требование, когда приходят на прием граждане и, значит, с гражданина за предоставление услуг, которые так, в принципе, ему обязаны сделать, да, требуют денежные средства. Это не обязательно, опять же-таки, денежные средства, это могут быть какие-то предметы, это могут быть услуги какие-то, это может быть нематериального характера, там, скажем, какую-то, не знаю, скидку или так далее, и так далее. Вот. Соответственно, с момента выдвижения данной требования уже фактически лицо совершает преступление. Вот. Гражданам в этот момент, скажем так, предлагаю, естественно, фиксировать данные ситуации, да, на противоправные действия. Вот. Фото, видео, запись, аудиозапись. Аудиозапись, да. Это не является никаким нарушением ни частной жизни, ничего. То есть, когда вы обращаетесь с должностным лицом, нельзя признать, что, допустим, запись своего разговора — это нарушение частной жизни. Да. Вот. Поэтому, соответственно, потом в дальнейшем уже принимать меры к обращению к правоохранительным органам. Зависит от того, конечно же, где вас вымогают денежные средства. Вот. Вот. У нас оперативная деятельность занимается определенный круг, скажем так, это полиция, органы Федеральной службы безопасности. Вот. Но в том числе и сотрудники прокуратуры, если это какая-то непоступная, опять же таки, коррупция, могут обращаться в том числе прокуратуру Кировского района, сообщения по данным фактам. Вот. Данный факт, соответственно, собираются и материалы, и прокуратура проводить проверки в процессе 37-го главного процессуального кодекса. Вот. Ну вот вы сказали про запись аудио-видео, но понятно же, что явно ее не сделаешь, а сделаешь ее тайно. Соответственно, когда вот эти доказательства передаются, а не считаются, ну, учитываются при различных расследованиях? — Безусловно, учитывается, безусловно. Вопрос, как получена эта аудиозапись? Ну, я имею в виду, не так, что если это скрыто где-то установить у сотрудника, естественно, получить потом эту аудиозапись, конечно же, это нарушение будет и лицо, может быть, само привлечено к ответственности за нарушение тайны, конечно же, вот, частной жизни. Вот. А если это в ходе действительно официального обращения, соответственно, это в совокупности с другими показаниями, которые гражданин, да, соответственно, да. — Если, допустим, это было не единожды, да? — Ну, или не единожды, во всяком случае, человек же должен заявить о преступлении, он заявляет. Он, первый вопрос, чем удивить, потому что был один человек, но против него другой человек. Соответственно, один говорит, что он не предлагал, второй говорит, что он, скажем так, ну... — Не давал. — Не давал, да. Вот. Не получал. Не предлагал, не получал, да? Вот. Соответственно, вопрос, какие дополнительные доказательства имеются для того, чтобы действительно проверили одну версию или опроверили вторую. Вот. И аудиозапись в данном случае, безусловно, является подтверждающим доказательством противоправного поведения, соответственно, со стороны держастных лиц, в том числе. И держастные лица вот зачастую скажут, так оберегая себя, в том числе вот ведут в кабинет какую-то видеосъемку или аудиозапись, чтобы предотвратить, соответственно, какие-то коррупционные правонарушения страны именно обратившихся. — Да. — Потому что, скажем так, ну, к сожалению, люди все равно в нашей стране пытаются найти другие пути, всегда выходы какие-то из сложившихся ситуаций, которые, к сожалению, приводят к еще более плачевным последствиям. — Последствиям, да. Скажите, а вот в какой профессиональной области чаще всего случаются нарушения? — Скажем так, нельзя вот так вот вычинить какую-то определенную область именно, что вот только там, значит, правосознательные граждане, а в каком-то направлении, скажем так, наоборот, никакого контроля нет. — Здесь вопрос руководства, вопрос, как все поставлено, как все-таки агитировано, в том числе подчиненные, как насколько лица, которые востребованы данной, скажем так, ситуации. — Ну, безусловно, конечно, у нас сфера образования, сфера медицины, сфера, скажем так, она всегда была, я не знаю даже, наверное, останется такой, скажем так, одной из самых сфер, где она наиболее подвержена коррупционным факторам. Это именно в плане уголовного права. А в плане предоставления справки о доходах и так далее, конечно же, только должностные лица, которые там круг ограничат. — Да. Но вот все-таки, если говорить о вашем районе, уровень коррупции растет или наоборот падает? Что можете сказать? — Скажем так, уровень коррупции находится на среднем уровне по городу Самара, составляет порядка 2% от всех преступлений, совершенных в городе Самара. Это, в принципе, вот она, скажем так, из года в год. У нас в любом случае, скажем так, любое движение, оно волнообразное. Конечно же, правоохранительные органы полностью нацелены и скоординированы, в том числе действиями прокуратуры, на выявление максимального количества преступлений и пресечения этих преступлений. Вот. Поэтому на протяжении нескольких лет это рост составлял. Там на 60%, на 50% составлял рост количества, скажем так, преступлений коррупционного характера. Вот. Ну, опять же таки, все зависит от года в год. Когда-то удается зафиксировать это преступление, когда-то, соответственно, правительные органы, скажем так, не удается, не обращаются к гражданам, не поступает оперативная информация. Или какие-то еще, скажем так, факторы, которые препятствуют выявлению коррупционных преступлений. Когда, вот я прошу прощения, когда вот затишье такое наступает, как-то органы прокуратуры реагируют, ага, так, у нас давно не было обращений и заявлений по коррупции, надо вот проверить организацию. Вот, кстати, скоро 1 сентября, они за горами. Школы проверяются как-то вот на наличие таких коррупционных действий? Опять же таки, смотря, что вы говорите. Если вы говорите про мелкое взятничество, то это вопрос действий полиции. То есть, они, естественно, выявляют данные преступления, они за это, скажем так, устанавливают свои там, ну, свои мероприятия, вот, оперативно-розыскные мероприятия, правовые в том числе. Это один момент. В любом случае, правоохранители нацелены на это. То есть, конечно же, мы видим динамику выявления преступлений, видим динамику в каких сферах больше, каких меньше. Если, соответственно, не выявляется преступление, то задается, опять же, вопрос, почему не выявляется, да, коррупционное преступление? Какие для этого есть препятствия, да, странно-розыскных форм? То ли это бездействие, да, и какие-то субъективные причины, потому что люди, вот, ну, скажем так, не работают, либо это объективные какие-то причины. Вот, что действительно там вот в каком-то месте посадили человека, значит, там и за коррупционное преступление, естественно, в период затишки никто не будет после совершения преступления брать взятки. Да, потому что очевидно, что всех на слуху сразу самое эффектное воздействие произошло. Вот. Опять же таки, к сожалению, проходит период, и вновь этот орган или, естественно, это предприятие должно подпадать под видение правоохранительных органов. Поскольку, к сожалению, все возвращается на... Да, к сожалению, на круги своя. Вот. Да, по поводу школы, ответьте мне, пожалуйста. Проверять ли как это самое? Да. Ну, скажем так, проверяется. 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 Точка. Да, точка. Хорошо. Если все-таки граждане столкнулись с такой ситуацией, что должностное лицо вымогает взятку, посоветуйте, пожалуйста, что делать? Опять же таки, здесь такой момент. Какое лицо конкретно вымогает взятку? Если это должностное лицо школы, да, давайте, допустим, школу, то это, безусловно, полиция может этим заниматься. Полиция или Федеральная служба безопасности. Соответственно, обращаться в орган полиции практически сразу, поскольку все проходительные органы нацелены абсолютно на выявление коррупционных преступлений, сразу, соответственно, сотрудник оперуполномоченной спустит и сразу, скажем так, будет все это обсуждаться, как, что, почему, заявление и так далее, и так далее. Если же это деятельность правоохранительных органов, то это, соответственно, уже Федеральная служба безопасности. Уже обращаться к ним, поскольку сами себя нет. Есть, конечно, в полиции органы собственной безопасности, но, скажем так, это их, скажем так, органы Федеральной службы безопасности более, как бы, действны в этом направлении. — Я прошу рассказать вас поподробнее, какие профилактические мероприятия проводит прокуратура, чтобы все-таки снизить уровень коррупции? — Ну, наверное, вот сейчас мы проводим одно из таких профилактических мероприятий, да, в настоящий момент, в том числе, вот, чтобы снизить уровень коррупции, чтобы граждане понимали, что наказание, которое за коррупционные преступления, за коррупционные правонарушения, это, видите, вот я вам опять же говорю, правонарушение — это увольнение с утратой доверия. Если это преступление, то там совсем другие наказания, нежели это будет мошенничество. — Давайте мы их озвучим, потому что мы как раз вот наказания и не коснулись, есть ведь административная ответственность, а есть еще и уголовная. — Да, вот, но если уголовная ответственность, вот смотрите, к примеру, у нас для мошенничества, статья 159-я, крупный размер будет являться для кражи, это свыше 250 тысяч рублей. Для взятки это уже 150 тысяч рублей, свыше 150 тысяч рублей. Учитывая там текущая инфляция и так далее, 150 тысяч уже не кажется такими громадными там суммами, но тем не менее, 150 тысяч — это уже особо крупные. — То есть если дали взятки в размере 150 тысяч рублей. — Это крупный размер, да, и это преступление уже особо тяжкое сразу становится. То есть мошенничество, если все это тяжкие, ну там часть третьей, четвертой, то уже взятка — это уже особо тяжкое. И там от, естественно, от 8 лет лишения свободы. Сразу. Безоговорочно. Да, ну вот, то есть минимум 8 лет уже есть. Дальше уже, скажем так, зависит от условий, как это все произошло, почему и так далее. Смягчающие, отягчающие обстоятельства, способствование, отсутствие способствования, явка с повинной и так далее. Вот. Поэтому, безусловно, у нас законодатель очень заложил такую, скажем так, соответствующую меру наказания. А наказание для кого? Для того, кто берет или для того, кто дает? Ведь здесь ведь тоже согласитесь. Наказание есть как для того, кто берет, а для того, кто дает. Вот, расскажите, пожалуйста. Соответственно, не... Здесь не одна сторона медали, здесь оба виноваты, соответственно. Безусловно, да. Здесь две стороны медали и наказание, что там и там довольно-таки очень суровое. Вот. Это статья 1090, 1091. Те, кто интересуется, могут, соответственно, посмотреть данные статьи. Вот. Поэтому первое профилактическое государство это было по ужесточению данного наказания. А прокуратура в какой части? Безусловно, это проверки. Проверки учреждений, проверки, соответственно, должностных лиц, их расходов, их доходов, проверки. Вот. Кроме того, это профилактические, опять же, мероприятия, это по просвещению. Просвещению сайди молодежи, просвещению сайди, соответственно, уже подросшего поколения. Вот. Координационные мероприятия, опять же-таки. По координации деятельности правоохранительных органов. В какие сферы охвачены уже, скажем так, профилактика коррупции, какие не охвачены, где необходимо работать, где в том числе, скажем так, рост составляет коррупционных каких-то правонарушений, где рост коррупционных преступлений, соответственно, координации, принятие уже более целенаправленных, точных мер. Опять же, возвращаясь к теме 1 сентября, давайте вспомним и о студентах, которые также очень часто в зачетку вкладывают денежные купюры, тем самым обеспечить себе зачет или экзамен, неважно. Если поступают такие сигналы на преподавателя, что вот он регулярно берет такие взятки, считается ли это взяткой раз, и как вы реагируете на такие обращения? Это, безусловно, является взяткой. Вопрос от суммы. Если это до 10 тысяч рублей, это мелкая взятка. Если свыше 10 тысяч, это уже, скажем так, своя квалификация, получение, в данном случае, взятки. Вот. Как мы реагируем? Если нам поступает такая информация, соответственно, мы ориентируем правоохранительного органа поступление данной информации и уже необходимости, скажем так, принятия, проведения мероприятий, фиксирования, скажем так, установления иных лиц, которые в том числе давали данные денежные средства, наличие перевода в денежные средства возможно, не обязательно там зачетки, соответственно. Вот. Поэтому в данном случае, ну, просто коррупция в понимании людей, это всегда именно денежные средства. То есть передали денежные средства, получили денежные средства. Но прокуратура, скажем так, не становится возле каждого учителя, да, и не смотрит, как он принимает зачет, соответственно. Конечно. И поступление действительно какой-то информации в любом случае должно отрабатываться своими правоохранительными органами в лице полиции, либо соответствующих ведомств, там, ну, Федеральной службы безопасности. Вот. Они уже устанавливают, действительно, скажем так, проводят оперативно-розыскные мероприятия, вот, устанавливают, как часто поступают ему денежные средства. Если действительно преподаватель, которому на карту, извините меня, там, постоянно поступает денежные средства, там, по 5-10 тысяч с пометкой за зачет, то, ну, здесь, собственно, доказать даже нечего. Вот. Поэтому прокуратура реагирует именно больше координационные и надзорные ведомства. Ну что же, наше время подходит к концу. Я хочу предоставить вам заключительное слово. Все-таки проблема коррупции действительно настолько сегодня актуальна, что мы и говорим в нашей программе об этом. Ну, и вы, конечно, профилактируете. Почему все-таки не стоит ни брать, ни давать взятки? А, скажем так, как ранее, скажем так, занимал должность следователя, вот, до прихода в прокуратуру, могу сказать, что лица, которые, когда их задерживают за совершение преступления, и заходят следователи, скажем так, уже сотрудники, все это видят, скажем так, что жизнь летит, скажем так, в пропастях. Тут же на месте, тут же вот все. Соответственно, узнают наказание, соответственно, это там у людей, соответственно, случаются уже, соответственно, другие, более нервные, более импульсивные, скажем так, состояния. Вот, поэтому, как видят данные, скажем так, не пожелаю никому оказаться на этом месте. Вот, поэтому, в том числе, какие-то коррупционные правонарушения, в любом случае, страна наша нацелена полностью на борьбу с ними. Она не остановится ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Вот, поэтому, безусловно, если лицо занимается противовольной деятельностью, если лицо коррупционное, может сто процентов ожидать, что его настигнет наказание. Да. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Всего хорошего. До свидания.